Дамы и господа, через пару минут мы начнём следующую сессию, поэтому попрошу всех занять свои места. Доброе утро! Приветствую всех на сессии высокого уровня, посвящённую умышленной и неумышленной дезинформации и тенденции в этой области Дебора Стил. Меня зовут, я директор Азиатско-Тихоокеанского телекоммуникационного союза и раньше работала на австралийской вещательной корпорации. Мизинформация — это неумышленное распространение ошибочной информации. То есть люди, которые распространяют такие сведения, не знают о том, что эти сведения являются ложными. А дезинформация — это умышленное введение в заблуждение, это умышленный акт, умышленное действие. Сейчас учащаются с геометрической прогрессией случаи и умышленной, и неумышленной дезинформации. И генеративный, и искусственный интеллект усугубляют масштаб этой проблемы. В течение многих десятилетий искусственный интеллект занимался автоматизированными заданиями, например, классификацией данных, аналитикой, выявлением мошенничеств. Но при этом сейчас генеративный искусственный интеллект представляет собой новую парадигму. И генеративный ИИ может сам создавать контент. И это как полезный контент, так и синтетический контент. Синтетическим называется контент. Это искусственное создание или модификация данных с целью введения людей в заблуждение либо изменения изначального смысла. И примеров тому много. В частности, скажем, известная всем фотография бомбы, упавшей на Пентагон, либо фотография украинского президента, который приказывающего своим солдатам сдаться, либо же фейковая порнография с участием известных людей, либо папа римский Франциск в жакете, в куртке Баленсиага. И в результате возникает озабоченность, или растет озабоченность относительно использования такого искусственного интеллекта для распространения дезинформации и ложных сведений. В генеративном искусственном интеллекте буквально каждый день возникает что-то новое. И сроки, которые предсказывали для этого развития, они сейчас совершенно меняются, ускоряются. То, на что раньше давали пять лет, состоялось по факту в течение шести месяцев. И мы ожидаем, что количество онлайн-контента на эту тему возрастет в геометрической прогрессии. Это своего рода волна, цунами, грязи. Это влияет на поглощение информации, на поляризацию. И это ухудшается тем, как онлайн-алгоритмы определяют то, какую информацию вы получаете, как она попадает в ваше поле зрения. По сути, ограничивая ваш доступ к другому контенту, контенту инакомыслящему, что влияет на формирование мнений у людей. Многие люди не понимают, что то, что попадает в поле зрения, это, собственно, то, что определяет для них алгоритм. И эффект эхо камеры ухудшает или усугубляет распространение дезинформации и мешает распространению точных данных. Все это возникает в то время, как, и я возвращаю нас к первой сессии, в то время, как подрывается общественное доверие ко многим институтам в разных странах. Поэтому здесь необходимо нам вместе найти баланс между новыми технологиями и риском. Решение проблемы умышленной и неумышленной дезинформации требует многостороннего подхода, начиная с улучшения цифровой грамотности, защиты систем обмена данными. Это требует регулятивных мер, а также технологических интервенций, включая инструменты по аутентикации. Сейчас представлю вашему вниманию наших участников в дискуссии. Сначала я хочу сказать, что госпожа Салима Ба, министр коммуникации, технологии и инноваций Сьерра Леона, к сожалению, она не сможет принять участие в нашей дискуссии, и она принесла свои извинения, просила меня их передать всем. Далее. Представляю вашему вниманию господина Тацухико Ямамото, профессора юридической школы университета Кей-Йо. Госпожа или доктор Вера Джурова, вице-президент Европейской комиссии по ценностям и транспарентности, которая занимается защитой демократических ценностей от внешнего воздействия. Госпожа Мария Ресса, основатель Репла.ком, а также лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. Господин Рэнди Мишель, директор Совета по национальной безопасности Белого дома. И господин Ник Сюзор, член надзорной комиссии МЕТА. Это орган, который рассматривает в том числе вопросы контента, которые публикуются в Инстаграм и на Фейсбуке. Первый вопрос адресован господин Тацухико Ямамото, профессор университета Кею юридической школы. Новости достижений в генеративном искусственном интеллекте позволяют создавать новую информацию, более сложную по структуре, и каким образом это влияет на распространение заведомо ложных и неумышленной дезинформации. Большое спасибо. Я буду выступать на японском языке. Генеративный искусственный интеллект – это яблоко раздора, или это яблоко, вкусное яблоко с виду, но которое на самом деле отравлено. Почему? Потому что он позволяет распространять ложные сведения, которые выглядят достоверными. То есть эти сведения обернуты в такую сочную оболочку. И люди поглощают, потребляют такую информацию, не замечая, что она ложная. То есть это очень вкусное, но ядовитое яблоко. При этом этот яд влияет на наши мыслительные процессы, влияет на независимость принятия решения нами самими. Поэтому люди получают этот яд, он их отравляет. И когда они говорят на какую-то тему, вот этот яд распространяется уже их устами. Искусственный интеллект, использующий технологии, в том числе обучение, он таким образом может повлиять на общество в целом. генеративный искусственный интеллект позволяет распространять неумышленную и умышленную дезинформацию в огромных масштабах, своего рода создавая цунами дезинформации и недостоверных сведений, как умышленных, так и неумышленных. И это усложняет проблемы, с которыми уже сопряжен, по сути, искусственный интеллект. Это влияет на общество в целом. Это может вызвать множество разных проблем. Мария, пожалуйста, передаю слово вам. Спасибо. Согласна с вами абсолютно, но я хочу еще добавить к сказанному, что мы не только теряем нашу свободную волю, но получается, что это может повлиять на всю нашу систему. Это захватывает нас. Например, если мы посмотрим на социальные сети, то они могут стать орудием. Контакт человека с ИИ вызывает вопросы злости, ненависти, радикализации, противопоставления либо мы, либо они. И вот такая ядовитая идеология, например, радикализация, аль-Каида и так далее. Вот, например, каким образом индонезийцы, некоторые индонезийцы становились смертниками, будучи подвергнутыми радикальной исламской идеологии. Вот эти вопросы изучались, изучались, и это как пример вепонизации, или когда искусственный интеллект становится орудием. И далее. Помните майский доклад главы Министерства здравоохранения США, в котором говорится о вреде для влияния, вредного влияния на детей и так называемой эпидемии одиночества. Каким образом это поменяет на нашу биологию, на наш организм? Каким образом этот генеративный искусственный интеллект влияет на те семена одиночества, которые есть во многих из нас? И, например, мы видим учащающиеся случаи самоубийства, учащающиеся случаи каких-то уголовных преступлений, которые совершаются под влиянием искусственного интеллекта. Это говорит о том, что генеративный искусственный интеллект — это уже реальность сейчас. Поэтому в 2 часа ночи, когда вы мучаетесь бессонницей, и вы, скажем, читаете какую-то информацию, и вы видите, что вам пишут о том, что вот есть вот такая вещь, это ваш друг, этот друг лучше, чем живой человек и так далее. И это очень опасно. И это опасно не только для конкретного человека, но и для всего общества. Но при этом хочу отметить, и я люблю технологию, и мы принимаем новую технологию, но сейчас нужно уловить этот момент, осознать, что это для нашего мира критический момент. Спасибо, Мария. Госпожа Вера, а вы что думаете о влиянии генеративного ИИ на вопросы дезинформации, ошибочной информации? Спасибо. Я здесь представляю Евросоюз. И я, может быть, не могу добавить много именно к технической стороне обсуждения и к тому, что Мария сказала, мне нечего добавить, но я вам могу представить перспективу регулятивную с точки зрения Евросоюза. Прежде всего, что мы видим? Генеративный ИИ играет важную роль в контексте дезинформации. Как мы решаем вопрос дезинформации? Вы уже сказали, это не предумышленное. Мы здесь говорим об умышленном создании, о генерации умышленной ложной информации. Это опасно, и здесь нам необходимо регулировать процесс. В частности, эта дезинформация создается координированным образом с тем, чтобы навредить обществу. И вред, наносимый этой дезинформацией, определяется как вред безопасности, угроза безопасности и угроза процессам, выборным процессам в частности. Поэтому можно представить, что комбинация дезинформации с намерением навредить, с использованием искусственного интеллекта, особенно генеративного, это опасный коктейль. Поэтому мы реагируем сейчас на это, включив в закон об искусственном интеллекте новый раздел, который сейчас находится в разработке в Евросоюзе. Там будут представлены несколько принципов, которых необходимо придерживаться. Прежде всего, ИИ не должен управлять людьми. Люди всегда должны иметь возможность управлять ИИ. То есть люди в основе разработки технологий, на всех этапах жизненного цикла, технологии со всеми ее алгоритмами, в том числе это касается опасных технологий, и любое опасное использование технологий должно быть остановлено. У нас есть три категории ИИ с низким уровнем риска, средним и высоким уровнем риска. Особенно в том, что касается технологий с высоким уровнем риска, нам нужно добавить контроль, нарастить контроль с тем, чтобы мы должны уметь выявить неприемлемые способы использования ИИ. Возвращаясь к теме генеративного ИИ, мы полагаем, что на этом этапе очень важно сказать, что права человека, которые были разработаны нами, это свобода слова, и можно здесь долго продолжать, перечисляя свободы, это свободы касаются людей. Мы не можем давать эти права роботам, правила и права свободной речи. Это часть нашей философии. То, что принадлежит людям, должно принадлежать людям. И в заключение о законе по ИИ, хочу сказать, что мы добавляем раздел по генеративному ИИ, и мы считаем, что пользователи должны иметь информацию о том, что то, что они видят, то, что они читают, это продукт искусственного интеллекта. Мы настаиваем на лейблах текстов, с тем, чтобы было ясно, кто этот текст генерировал. Это могут быть водяные знаки, которые позволяют пользователю видеть, что это продукт ИИ. И также речь в этом разделе идет об использовании в предвыборных компаниях, особенно если существует риск радикализации общества в ходе таких компаний. Нам кажется, что необходимо останавливать такое использование, и мы сейчас обсуждаем этот раздел закона. Благодарю вас, госпожа Рэнди Мишелл, директор отдела технологий Совета безопасности. Хотела бы поблагодарить организаторов форума за то, что пригласили меня и за то, что включили меня в эту уважаемую группу экспертов. Генеративные технологии ИИ снижают стоимость и повышают скорость с той, которую могут генерировать злоумышленники свою информацию, создавая свой материал. И по мере того, как этот контент становится все более реалистичным, это может нарушать наши права, права человека, национальную безопасность, в принципе демократии, особенно ставя в группу риск женщин и девочек, национальные меньшинства, а также ЛГБТК. Например, генерированный ИИ-контент в контексте предвыборных кампаний может подорвать демократическую систему. И недавно в Словакии мы видели, как появилась фальшивая информация, которая касалась одного из кандидатов. Тем не менее, СМИ удалось проследить появление этой информации и выявить, что это синтетический контент. Реагируя на эти появляющиеся риски по всему миру, правительство США продолжает работать над тем, чтобы сделать синтетический контент более прозрачным. Администрация президента Байдена подтверждает свою приверженность продолжать работу с тем, чтобы делать работу компаний, вовлеченных в генеративный ИИ, более прозрачный, подотчетный и защищать права человека. В этой связи необходимо четко понимать, когда контент сгенерирован ИИ, этот контент должен быть отмечен, маркирован и должна быть возможность его отследить, откуда он появился и кто его сгенерировал. С этим, понимая все это, разработываются практики и правила, которые дадут нам возможность быстро идентифицировать создателя, автора такого контента. Поэтому необходимо такой контент маркировать с тем, чтобы население могло идентифицировать, появляется ли контент действительно от тех источников, которые там заявлены, то есть органы правительства США, или это контент сгенерированный ИИ. Для того, чтобы создать такие правила, которые защищают нас от ложной информации. Мы понимаем, что одно только правительство США не может защитить население от синтетически созданного контента. Нам нужно объединить усилия с нашими партнерами и работать по всему миру. И я была рада услышать выступление моей коллеги из Евросоюза, из Еврокомиссии. И мы надеемся, что к нам присоединятся и другие части Света, другие регионы с тем, чтобы вместе учредить практики, которые помогут нам учредить глобальные нормы, дающие возможность населению идентифицировать, является ли контент аутентичным, действительно ли он сгенерирован государственными органами, либо он сгенерирован ИИ. Я думаю, что к нам должны подключиться все заинтересованные органы, это гражданское общество и частный сектор, государственный сектор. И этот форум является платформой, которая предоставляет возможность все нам объединить усилия. Президент Байден и вице-президент Хэрис уже неоднократно говорили о своей приверженности создания такой системы и постоянному диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Благодарю вас. Ник Сузо, что вы можете сказать по этому вопросу, как представитель МЭТа и совета по планированию МЭТа? Да, действительно, это ряд вопросов, которые вызывают озабоченность и которые действительно являются сложными для решения. И сегодня они усложняют вопрос модерирования контента, а также аутентификацию контента. Хотел бы для начала принести извинения, потому что всего два часа прошло с начала нашего форума, но я вот уже хочу сказать несколько слов, которые достаточно технические и которые обрисуют сложности, которые перед нами стоят. Легко, конечно, говорится о генеративном ИИ на высоком уровне, но сложности начинаются тогда, когда мы пытаемся категоризовать виды реагирования на различный контент ИИ. мы здесь говорим о дезинформации, умышленной или неумышленной. Мы здесь создаем контекст, в котором мы рассматриваем умышленную и неумышленную ложную информацию как две разные концепции. Это различие логично, когда мы думаем и говорим о правилах, о режимах, о том, умышленно или неумышленно было что-то сделано и насколько человек ответственен. Но когда мы говорим о распространении информации, то она распространяется действиями как злоумышленников, но так и обыкновенных СМИ, соцсетей, различных платформ, которые оптимизированы для этого, и обыкновенными пользователями, которые просто принимают участие в некой дискуссии, которая превалирует в тот или иной день. Все одни играют свою роль в распространении ложного, вредного материала. Поэтому сложно это разделение поддерживать. Далее, что такое синтетический контент или синтетические СМИ, это опять-таки сложно. Мы здесь говорим о необходимости маркировки лейблов, чтобы пользователь знал, что сгенерировал ИИ, а какая информация или какой контент действительно от каких-то правительственных органов. Но когда я читаю имейл, то я считаю, что он верен. Когда я что-то фотографирую, то я использую фильтр. Когда я пишу имейл, то я пользуюсь автокорректором. Поэтому, когда мы здесь говорим о информации, то любая информация в той или иной степени модифицирована. Поэтому, что здесь можно считать информацией, которая аутентична, когда мы ее маркируем, какие у нас критерии, насколько допустимо моделировать информацию или менять ее. И люди так или иначе найдут способы операции, использовать на эту технологию, на эти механизмы, чтобы моделировать информацию, чтобы ее каким-то образом видоизменять. И поэтому, когда нам нужно разобраться в том, какое решение будет работать, то эти решения должны быть в контексте. И это сложно. Замечательно. Спасибо большое. Хотела бы напомнить всем участникам, что номер, который вы видите вверху экрана, это время, это регламент, время, выделенное нашим участникам. Поэтому, если вы думаете, что они не раскрывают какие-то темы полностью, то это потому, что у нас есть рекламент. Мы просили всех выступающих придерживаться трех минут. Следующий вопрос. Господин Ямамото. Общество озабочено тем, что существует ложная информация уже давно. Особенно в контексте политических кампаний и распространения этой информации. На каком этапе мы сейчас находимся в деле борьбы с сложной информацией? Какие уроки нам удалось извлечь на данный момент? Спасибо за ваш вопрос. Полагаю, что здесь есть два направления. Первое направление. Мы понимаем, что вопрос стал гораздо серьезнее, сложнее. И поэтому мы понимаем, что при всей серьезности вопроса мы говорим сегодня о платформах, платформы, которые основаны на привлечении внимания, это экономика внимания. И у нас идет поток информации, который предоставляет нам огромное количество информации, в том числе ложной информации. И поэтому сосредоточиться на релевантной информации сложно. И именно это лежит в основе многих бизнесов. поэтому создание ложной информации должно останавливаться при помощи алгоритмов. Ложная информация нацелена на то, чтобы украсть время пользователей, увести поток внимания в свою сторону. И поэтому прежде всего речь идет об аутентификации ложной информации. и определение ложной информации, которая может завоевать больше внимания, которая может помочь заработать больше денег. И поэтому она быстрее распространяется, более активно распространяется. При этом мы видим кое-какие обнадеживающие признаки прогресса и борьбы, в деле борьбы с ложной информацией, с загрязнением информационной среды. этими уроками удается обменяться между заинтересованными сторонами, между различными странами. И поэтому нам удается улучшать ситуацию с информированностью в деле работы, сложной информацией, с фильтрацией информации. Поэтому тут я думаю нужно понимать этот вопрос на структурном уровне и понимать, что это вопрос экономики внимания. Именно на этом уровне нужно сложной информацией бороться. Это первое. Второе. Нам нужно здесь работать в рамках экосистемы, структуры, стандартизации технологии. И это процесс, который требует многосторонности, вовлеченности всех заинтересованных лиц. и также мы должны помнить о профилировании информации для того, чтобы аудиофицировать организации, авторы информации. Поэтому технологический стандарт необходимо обсуждать на глобальном уровне и проводить информационную работу, чтобы давать больше возможностей населению фильтровать информацию. Спасибо. Вопрос информированности СМИ, образованности СМИ важен. И как мы сегодня уже утром говорили, вопрос понимания этих вопросов среди населения тоже важен и поможет нам сократить риск. Ник, а с вашей точки зрения, каковы излеченные уроки на данный момент. У нас было несколько неспокойных лет в плане дезинформации от вовлечения в предвыборные компании до пандемии. И мы испытываем большое давление во всем мире. Платформы и технические компании чувствуют это давление, нам нужно реагировать. и сложности действительно заключаются в том, что не совсем понятно, что эффективно и что работает. И мы до сих пор не имеем достаточного количества информации, данных о том, как именно можно работать с ложной информацией. да, необходимо наращивать способность пользователей понимать и интерпретировать информацию, которую они получают. Да, это важная цель. И мы видели во время пандемии несколько тенденций, которые, думаю, помогают нам извлечь уроки. Первое. Технические компании давно говорили, что не хотели вовлекаться в дискуссии, в вопрос, там, где речь идет о мнениях. И когда мы говорим о пандемии COVID-19, техническим компаниям стало невозможно продолжать в этом направлении. Что является важным соображением с точки нашей дискуссии? Да, очевидно, что технические компании должны сыграть определенную роль, играют определенную роль. Однако она является очень спорной с точки зрения того, какие решения принимают техническими компаниями в отношении цензуры. Если мы говорим о дезинформации, например, то это очень сложный вопрос. Технические компании могут сократить объем спама, они это делают хорошо, они могут выявить неаутентичные формы поведения. Но что должны делать технические компании в отношении недостоверной информации, распространения ее? Это вопрос не технический, это вопрос социальный. Я хочу сказать, что во вторник наш совет по надзору объявит о том, что мы будем рассматривать вопрос у пользователя, который публиковал видеоролик, который был изменен цифровым образом. В этом видеоролике есть президент Байден. И это обсуждение будет проводиться в открытом формате, поскольку этот диалог нельзя проводить исключительно внутри и между техническими компаниями и искать техническое решение этой проблемы. Проблема, по сути, является социальной. Поэтому я хочу обратиться ко всем здесь присутствующим. Мы начинаем работать над этим. Да, наш совет по надзору позволяет провести глубокую дискуссию этой проблематики. И хочу обратиться ко всем в зале, ко всем подчасти в этой дискуссии, кто находится на сцене. Помогите нам разобраться, как реагировать в этой ситуации, поскольку вопрос имеет социальное значение. Где границы для того, чтобы определить, что является сатирой, что является пародией, что является подражанием, что допустимо, что недопустимо, что является выражением свободы речи, особенно в США и так далее. Модератор. Да, очень много интересных идей наверняка вы получите. Но переходим к следующему вопросу. Женщины, девочки, беженцы, меньшинство, национальное меньшинство, расовый меньшинство, ЛГБТ и так далее. Люди, которые страдают в большей степени от дезинформации онлайн, от ненамеренного распространения ложной информации, которая нацелена против них. Вы видели примеры отношений девочек в Испании пару недель тому назад, которые были представлены в видеороликах, в порно-роликах. Что вы можете об этом сказать, Вера Журова? Вы знаете, я очень многое хотела бы сказать, но я постараюсь придерживаться регламента. Во-первых, в том, что касается социальных сетей интернета. Да, к сожалению, мы отмечаем огромное увеличение объема недопустимых практик, как всегда направленных в отношении женщин, журналистов, судей, руководителей НПО, политиков. Как только кто-то выступает, они становятся жертвой нападения. ЛГБТ, все меньшинства, все те, кто отличается от кого, отличаются как, отличаются от самого себя, как бы то ни было, эти люди становятся сразу в центре всех этих нападок. Вы знаете, что в ЕС у нас есть жесткие правила. Это незаконно, это не просто сатира, не просто незаконный контент, но это призывы к насилию в отношении тех или иных лиц, а это незаконно в ЕС. У нас в прошлом веке было много примеров того, как такие призывы привели к Холокосту. Это нашим прошлом. И поэтому у нас есть законодательная норма, которая применима к контенту не в режиме онлайн, и этот закон четко объясняет, какой контент является незаконным, когда это является призывом к насилию. То, что является незаконным в вне виртуальном мире, должно быть незаконным и онлайн. Вот тут упоминалась экономика внимания. Да, это совершенно недопустимо. Да, я понимаю, у вас есть алгоритмы, вы в больших технических компаниях уже давно зарабатываете деньги на дешевой сенсации, на дезинформации. мы в ЕС сели за стол с большими техническими компаниями и сказали, так продолжаться далее не может. Да, у нас был кодекс поведения в отношении заявлений, основанных на ненависти, кодексы в отношении борьбы с информацией, а сейчас мы говорим, с юридической точки зрения вы обязаны не использовать такого рода выступления для зарабатывания денег. И в европейских странах есть структура штрафов, правоприменения, и мы в ЕС собираемся очень серьезно подходить к правоприменению в этой области. Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как в отношении определенных групп населения проводятся подобные распространения информации. Вы знаете, что у нас есть директива в ЕС относительно насилия против женщин, и там есть и глава, которая посвящена насилию в цифровом формате. И нужно сказать еще, что правоприменители, прокуроры, полиция в государствах ЕС смогут действовать в соответствии с принятыми законами, с принятыми правилами. И это должно позволить нам защитить всех, кто становится жертвой подобных нападок. Благодарю вас. А теперь я хочу попросить прокомментировать господина Туцухико Ямамото. Большое спасибо. Тут было упомянуто выражение экономика внимания. Это я использовал это выражение. Но в этой модели экономическая ненависть, ярость приводят к большой вовлеченности пользователей. То есть экономика внимания приводит к тому, что те самые группы населения, о которых вы говорили, становятся очень уязвимыми. Да, действительно, ранее это происходило в невиртуальном мире, а сейчас это происходит все больше в мире онлайн. Такая дезинформация, такое распространение ненамеренной ложной информации, тем не менее, становится очень опасным явлением, когда это направлено против одного человека или против целого сообщества. Да, необходимо, чтобы вмешивались модераторы в такой ситуации. Организации, которые занимаются отслеживанием и соблюдением прав человека, могут обратить внимание на такие случаи, могут сообщить об этом, собрать необходимые факты, опубликовать статью о своих исследованиях, предоставить факты. То есть, такие статьи, в которых проверяются факты, их нужно читать. А платформы и компании, которые стоят за этими платформами, должны опираться на помощь таких организаций и публиковать их. И именно платформы и технологические компании должны проверять на соответствие фактам информацию, которая публикуется, для того, чтобы избежать распространения дезинформации и выдвигать на передний план те статьи, в которых проверяются факты. Я хочу упомянуть Yahoo Япония. У них есть центр по проверке фактов. Он был создан в прошлом году. И через этот центр будут публиковаться статьи, то есть международные организации, которые занимаются проверкой фактов, сверкой с фактом. И участие компаний медийных будет очень важно в этом. Прекрасно, большое спасибо. Мария, поделитесь с нами вашими соображениями. У меня так много соображений. Давайте я отреагирую на слова профессора Ямамото. Когда вы говорите о структурной основе, структура такова, что она позволяет распространять ложь, а не правду. Еще в 2016 году Ямати сказала, что платформа построена таким образом, что на ней ложь будет распространяться в 6 раз быстрее, чем правда. И сейчас меры безопасности все были свернуты у Facebook, теперь не Facebook, а Meta, Twitter теперь называется X. Суть-то не изменилась, только стало все хуже. Это во-первых. Во-вторых, в том, что касается жертвы. Вера говорила только в том, что да, насилие онлайн не в меньшей степени насилие, чем в невиртуальном мире. Один и тот же человек оказывается жертвой насилия в виртуальном мире и в невиртуальном мире. Ник, я вас уважаю. У меня много друзей в Совете по надзору, но мы видим, что платформы отрицают, затягивают и переводят внимание на другое. Если у вас нет фактов, то к вам нет и доверия, потому что нет правды. И это лишь часть причин, почему мы так относимся к генеративному контенту. Рэнди сказал, да, добровольные меры, мы их уже опробовали. Еще 2016 года мы их пробовали. Вплоть до 2018 мы знаем, к чему это привело. Поэтому теперь мы знаем, какой вред является результатом этого. Мы знаем, что когда нет правды, когда нет фактов, нет доверия, и мы не можем обеспечить целостность граждан. невозможно собирать точную статистику. Например, в Швеции у нас есть Freedom House, такой же есть в США. 60% стран мира было под руководством авторитарных руководителей. Сейчас 72%. В 2024 году будет еще больше. Спасибо ЕС за эти законы. Но в таком темпе могут соревноваться черепахи, технологические компании, самосовершенствуются каждые две недели. Нам необходимо действовать намного быстрее. Я в руководстве форума по управлению интернетом, вы видите, что я могу очень однозначно высказывать свои мысли. Мы не можем лишь опираться на технологические компании. Почему? Потому что они стремятся к максимизации дохода. Мы должны действовать быстрее. Спасибо вам, ЕС, что вы принимаете эти законы. но это слишком поздно, понимаете? 2024 год. Выборы Тайвань в январе. Там волна дезинформации от Китая. Февраль Индонезия самая крупная страна с мусульманским населением. Кто лидирует бывшего президента Сухарты? ЕС, Филиппины, Канада, Соединенное Королевство, США. Всех и не перечислить. Вот она ситуация. Мы стоим на краю пропасти. А теперь вернемся к вашему вопросу. кто больше всего страдает? Наиболее уязвимые. Те, где слабее государственные институты страны глобального юга. Простите, я выхожу из регламента. Но дезинформация это то, что используют те, кто лоббирует рецидивисты. такие СМИ, которых можно назвать рецидивисты. Вы знаете, как они называются. Можете их прикрыть. Но ничего, заработайте чуть поменьше. Спасибо, Ник. Вам слово. Я хочу напомнить вам, что мы перейдем позже к регуляторным мерам. А сейчас вопрос следующий. Что могут сделать те люди, которые принадлежат к группам, в отношении которых наблюдаются дискриминационные меры. Я отвечу кратко, отвечает мне, и отвечу только на заданный вопрос. Во-первых, говоря о будущих шагах, необходимо признать, что власть важна. А любая технология машинного обучения, которая обучается, опираясь на существующих иерархических системах в неравноправном мире, скорее всего, будет либо дублировать, либо усугублять существующее неравенство. Если говорить о реагировании, о том, как можем мы помочь наиболее уязвимым сообществам, наиболее уязвимым людям, нередко забывается следующее признание того, что ну уж что тех, кто имеет право слова, это важно, кто имеет право слова, в отношении кого они выступают, где они выступают, на каких платформах, есть ли угроза усугубления насилия, контекст важен, но технологическим компаниям очень трудно было эти проблемы решить, технологические компании говорят проценты ошибки машинных алгоритмов, но это общее утверждение, можете правильно определить с вероятностью 98% контент, который содержит в себе призывы к насилию, но это лишь часть решения, потому что да, технологические компании должны более активно задуматься на тему, как используются созданные инструменты против уязвимых маргинализованных групп населения, и как они используются этими сообществами. Мы не можем быть нейтральными в том, что касается того, кому принадлежит сила, власть. Мы проигрываем этот аргумент. Да, очень важно, чтобы мы признали, чтобы мы знали, что именно уязвимые группы населения подвергаются наибольшим гонениям. Мы знаем, что люди из маргинализованных групп населения, им труднее добиться справедливости. Почему мы должны более активным образом следить за тем, чтобы те системы технологические, которые мы создаем, могли бы противостоять тем исторически существующим систем неравенства, которые были созданы в обществе, чтобы были меры защиты, которые не позволяли бы воссоздавать такую же иерархию. Но я не хочу, чтобы эти структуры, были собственные опыты. Автономия очень важна, но нельзя переносить бремя спасения себя на эти уязвимые группы. Этим должны заниматься те, кто создали системы. Благодарю вас. В таком случае давайте перейдем к регуляторным проблемам, которые возникают при регистре вопросов. Вера Журова, я отвечу кратко. Лечение должно быть не хуже болезни. Когда мы регулируем в ЕС онлайн пространство, мы должны помнить о том, что необходимо следовать принципу свободы слова. Иначе говоря, нельзя допускать, чтобы в будущем как дезинформацию классифицировались бы неудобные заявления, чтобы власть имущей не определяли такие неудобные заявления, как дезинформацию. Говоря о дезинформации, я могу сказать, что дезинформация это не новое явление. И появление интернета, социальных сетей позволяет распространять дезинформацию с суперзвуковой скоростью. И нас беспокоит то, как сильно воздействует распространение этой дезинформации. Нас очень беспокоит война в Украине. и европейское киберпространство наполнено российской пропагандой. И агрессор заявляет что он жертва, в то время как жертва является агрессором. Мы видим также, что сейчас началась война в Израиле. Наверняка там также мы будем наблюдать подобный нарратив. И соответственно, эта дезинформация стоит на службе агрессивного режима. И мы должны этому уделять внимание. Мы, тем не менее, независимо от всего происходящего, начали в Евросоюзе практику борьбы с сложной информацией. И приверженность этим целям выразили множество крупных технических компаний, которые объединили свои усилия с нами, с государственными членами Евросоюза. Хотя, конечно, мы слышим критику о том, что недостаточно делается в некоторых государствах. И вы упоминали только что выборы в Словакии. И это как раз один из примеров, на котором мы видели недостаточную проверку фактов. Проверка фактов, конечно, важна. И важно также демонетизировать этот процесс, чтобы производители ложной информации не получали финансовую поддержку, финансовую ресурс поддержку. Поэтому необходимо подключить и рекламодателей к этому процессу, и корпораций, которые пользуются платформами для рекламы. Мы также хотели бы увидеть независимые СМИ. Это ключевой фактор для достижения успеха. хотели бы, чтобы люди понимали, куда можно обратиться за фактами. Это не вопрос мнения, это факты. Необходимо, чтобы факты были донесены до населения с тем, чтобы население могло сделать свой выбор. Если кто-то хочет верить каким-то глупостям, это их право. Но я думаю, что наша обязанность дать возможность людям получить доступ к фактам. Именно поэтому мы поддерживаем независимые СМИ. И последнее, что уже говорил в области СМИ, это, я думаю, долгосрочная перспектива. Мы не можем ждать, пока общество станет более устойчивым и готовым к ежедневной встрече сложной информации. И поэтому мы должны тоже работать со своей стороны в этом направлении. У нас есть в Евросоюзе финансирование для этого. И тут я должна прерваться. Мое время и стекло. Мария Ресса, вы что думаете о вопросах сложности в области регулирования? Первое, что хотела бы сказать, как уже говорили эксперты сегодня утром, все сегодня связано с данными. Да, мы говорим о контенте, потому что мы в старом мире привыкли к содержанию, к контенту. Но сегодня мы получаем данные в реальном времени. Поток данных происходит в реальном времени. И эти данные показывают нам тенденции и паттерны. и тогда вы сможете увидеть, что формируется из этих данных. Данные доступны техническим компаниям. И если мы видим, что не уследили за какой-то ложной информацией, тогда гражданское общество вступает в процесс. И проблема здесь не в свободе слова. кто угодно может сказать что угодно на этих платформах. Это свобода доступа. Барон Коэн говорит уже давно, что проблема заключается в модели распространения. Кто сказал, что ложь должна распространяться быстрее правды? Почему проверка фактов не распространяется, не разлетается по платформам так же быстро? Почему мы не влияем на то, как распространяются именно данные о проверке фактов? Давайте вернемся к вопросу дизайна этой системы. Я общалась с 30 Нобелевскими либариатами и мы пытались прийти к выводу ложь это тоже против заповеди. У нас есть заповедь не лгать. и думаю, что я никогда не говорю ошибочной информацией, я всегда говорю дезинформацией, ложной информацией. И я думаю, что представитель МЕТА об этом говорил, что такое ложная или ошибочная информация. Я считаю это токсичной информацией, она питается страхом, она распространяется. Для того, чтобы бороться с этим, чтобы как мы будем бороться с ИИ, используя при этом ИИ. Как мы можем пользоваться техническими достижениями для того, чтобы бороться с тем, что генерирует ИИ в области ложных данных. существует целое лобби, которое пытается вас убедить в том, что это сложно. Но вы не должны знать, как построить самолет для того, чтобы регулировать эту индустрию. Вам не нужно знать, как построить этот зал для того, чтобы следовать правилам безопасности использования этого зала. Поэтому давайте говорить проще. Нам нужна прозрачность, и я думаю, что к этому мы придем. Давайте выйдем за рамки научных терминов. Мы сейчас говорим о гражданском обществе, о подотчетности гражданскому обществу. И второе, как мы можем определить безопасность общества. Давайте думать в этих терминах. Это как во время ковида. Если бы не было никаких правил для фармацевтических компаний, то можно было бы дать вакцину А в эту часть зала вакцину Б, в эту часть зала Никаких законов нет, которые запрещали бы мне в реальном времени тестировать эти вакцины, а потом сказать, ой, все, кто получили вакцину, а все умерли. Мы не можем так поступать. Это опасно. И Кембридж Аналитикл уже говорил, что у тостера, которым вы пользуетесь дома, больше ограничиваешь правил производства по безопасности, чем у телефона, который вы носите с собой. И что же это значит? Это значит, что нужно пользоваться кодексом, правилами, и если какой-то вред нанесен, то вы должны быть под отчет, нанести ответственность. Давайте теперь поговорим о том, как мы, потребители, можем фильтровать информацию. Мне кажется, что важно здесь, в сегодняшнем сложной, технологически меняющейся среде, нужно помнить о прозрачности. Это ключевой фактор. Население должно получать всю информацию, понимать, какая информация ложная и кем она генерируется. Прежде всего, я согласна с НИКом о том, что технологические решения это еще не панацея, но важно помнить, что они являются ключевым элементом этого вопроса. В этом контексте разница между синтетическим контентом и ложным контентом важна. Ложные данные это вопрос мнения, а вот синтетический контент он может быть выявлен и над этим можно работать. Администрация президента Байдена и президента Хэррис полагает, что использование ИИ это подотчетный процесс с тем, чтобы продукция, которая производится ИИ была безопасной. Второе, что я хотела бы сказать в ответ на тему добровольным обязательствам. Администрация США сегодня разрабатывает закон, в рамках которого федеральное правительство будет делать все возможное. для того, чтобы управлять риски ИИ для общества и таким образом Америка сможет вести за собой остальных в области строительства безопасного использования технологий. И третье, что я хотела бы сказать о подходе снизу вверх, о котором говорил Ник. И второй компонент технологического решения это аспект гражданского общества. Это процесс, при котором мы даем возможность гражданскому обществу вносить свой вклад в этот процесс. Говоря о демократии, американское общество по демократическому развитию и государственный департамент объявило инициативу по технической работе вместе с гражданским обществом, предоставляя инструменты и обучение для гражданского общества по мерам реагирования на продукцию ИИ. Нам кажется, все это ключевыми элементами, которые в совокупности помогут нам построить тот мир, который мы хотели бы видеть, и который сможет бороться с этими возникающими угрозами со стороны технологии. В то же самое время мы будем строить динамичную экосистему, которая требует от нас постоянно меняющих регуляторных норм. Это происходит со всеми нами во всем мире и требует участия государственного сектора, частного сектора, и мы должны стремиться к тому, чтобы ИИ давала нам больше доступ к проверенной информации, а не меньше. Мария, как нам можно лучше производить и лучше потреблять в эту эпоху. Мне кажется, что это опять-таки целостный подход требуется от всего общества. Мы потеряли во многих смыслах нашу власть в плане охраны данных, охраны информации. мы сейчас говорим о том, что нам важно для выживания демократии принимать меры. Для того, чтобы сохранились наши ценности, мы должны принимать меры. Поэтому нужно работать с открытым ИИ и думать, как можно опираться на открытые ИИ. Целая команда в Сан-Франциско сейчас работает над тем, чтобы понять, как можно использовать новые технологии для гражданского общества безопасным для демократии образом. Второй компонент заключается в том, что мы должны говорить людям о том, как нами манипулируют. Мы делаем это недостаточно. Мы должны перестать просто обслуживать технологию. Мы сейчас на другом этапе. И этот этап отличается от того этапа, на котором мы находились, когда только был создан форум управления интернета много лет назад. Нам сегодня требуется больше прозрачности, больше подотчетности, возникли новые ценности. Мы сегодня видим перемены и мы сейчас видим, что уже существует и работает ОСР. Сегодня появляются хештеги интернет, которые мы хотели бы видеть. интернет we want и это хештег форума. Ценности у нас есть. Мы знаем, куда мы хотим двигаться и теперь нам нужно начать двигаться и нам нужно начать осуществлять все эти планы. Мы рады слышать, я рада слышать то, что я слышала только что от представителя госдепартамента США. Я уже закругляюсь, я вижу, мое время подходит к концу. Гражданское общество, где стать просто пользователями и стать гражданами. Мы должны дать определение заново тому, что представляет собой гражданское участие. Я это знаю не понаслышке. Я была на меня были направлены множество сообщений, связанных с ненавистью, и я была целью, но сейчас наступило время, и нам нужно, чтобы все общество с нами работало, и мужчины, и женщины. нужно вместе защищать ценности, в которые мы верим. Спасибо. Такахико Ямамото, что вы думаете о том, как мы можем лучше производить и потреблять? Благодарю вас. Уже до меня говорили, что грамотность важна. хотел бы воспользоваться метафорой. Мы поглощаем информацию, но вы должны лучше понимать, как вы ее поглощаете. И я часто говорю о здоровье, здоровой пище. Давайте думать об информации тоже в этом контексте. Сегодня, когда мы что-то едим, мы думаем о том, полезна эта пища или нет, полезна ли она для здоровья, из чего она произведена, какие ингредиенты в вашем блюде, каким способом вы приготовили эти ингредиенты. Мы стремимся сделать нашу еду безопасной. А может быть, сто лет назад, сто пятьдесят лет назад мы не думали об этом, мы не понимали последствия питания. И сегодня мы задумываемся о том, что еда должна быть более безопасной, питание у нас полезная. Мы говорим о сбалансированном питании, и за эти годы мы научились этого, мы стали более образованными. С информацией тоже, я думаю, нужно принять на вооружение ту же концепцию. Мы должны говорить о разумном потреблении, мы должны задумываться о том, что мы поглощаем, какие данные мы поглощаем и пользуемся какими данными. Поэтому мы должны как и с едой задумываться о том, какие ингредиенты вошли в то блюдо, которое мы сейчас поглощаем, и насколько они полезны, насколько они безопасны, и поэтому фильтровать действительно необходимо, и мы не можем позволить себе несбалансированно питаться, в том числе, когда мы говорим о данных, это тоже важно. Поэтому прежде всего важна образованность, и мне кажется, эта образованность осведомленность и комитет, который занимается этим вопросом в рамках моего министерства, именно так подходит к вопросу, и я хотел бы говорить здесь о важности здорового подхода к потреблению информации и КТ. Мне кажется, даже ВОЗ может этим заниматься, мы ведь все равно говорим о нашем здоровье, пусть не физиологическом, но о здоровье, психическом, когда речь идет о потреблении данных. Это важный подход в моем понимании, и тогда мы сможем бороться с тех компаниями, которые заняты только экономикой внимания, и которые распространяют ложную информацию, и тогда мы можем вывести их с рынка, сделав рынок более прозрачным, и таким образом мы сможем критиковать такие компании публично, и это приведет к их реструктурированию и к структурным изменениям. Я думаю, именно поэтому нам нужна грамотность, нам необходима концепция здоровой информации, как полезной информации, как и питания. Спасибо, отличная концепция. Я думаю, что мы все здесь видим ценность такого подхода. Подошло время госпожи Низи Патрии, вице-президента по вопросам коммуникации и информации Индонезии. Благодарю вас. Ваше превосходительство, уважаемые выступающие делегаты, дамы и господа, добрый день. Хотел бы поблагодарить вас за то, что пригласили меня представить Индонезию. Мы рады поделиться своим примером. Мы понимаем коллективный фактор в деле борьбы с ложной информацией. мы видим повышение использования интернета, мы видим более широкое распространение ложной информации, которая направляет общественное мнение в ложном направлении, особенно генеративный и этому способствует. в 2021 году Индонезийско-центральное статистическое управление указало, что 62% пользователей интернета видят информацию в соцсетях и находят ложную информацию в соцсетях в разделе новости. И также большинство населения получает новости из соцсетей. это вызывает озабоченность, потому что может ввести к поляризации общества, несмотря на то, что Индонезия считает, что и может позитивно влиять на благосостояние населения. Реагируя на такую ситуацию, одна из крупнейших демократий Юго-Восточной Азии, Индонезия, активно продвигает работу в области борьбы сложной информации. Министерство коммуникации и информации на национальном уровне разработало целостную стратегию по борьбе с сложной информацией, учредив национальное движение цифровой грамотности. В рамках этой системы мы поддерживаем систему правоприменения на всех уровнях общества. на региональном уровне АСИАН принял руководящий принцип распространения информации и борьбы с ложной информацией в СМИ на правительственном уровне. Этот документ служит дорожной картой для государств членов АСИАН, чтобы идентифицировать, реагировать и предотвращать распространение ложной информации. Я подчеркиваю необходимость борьбы с ложной информацией. Прежде всего необходимо, чтобы наше общество было более грамотным, чтобы оно могло идентифицировать ложную информацию и только так мы сможем дать возможность людям не становиться жертвами ложной информации. Подчеркиваю, нельзя позволять повторение тех распространений толжи, которые сопровождались с программой вакцинации во время ковида. Далее, мы не можем по-прежнему полагаться на старые методы и необходимо разработать механизмы управления, которые бы поощряли продуктивную, значимую, наполненную смыслами информацию и распространение. И, наконец, мы должны укреплять совместные усилия и принятие технологических решений на вооружение, которые бы помогали бороться с дезинформацией. Особенно необходимо инвестировать в технологии по противодействию распространению синтетической информации в наших цифровых экосистемах. В Индонезии много внимания уделяется именно этой работе и, в частности, новым технологиям во благо общества. Спасибо. Благодарю вас. Следующим к микрофону приглашается Пол Аш, специальный представитель премьер-министра по кибервопросам и цифровым вопросам. Приветствия на языке Маори. Я не подготовила никакого формального заявления, но хотел бы срезюмировать некие вопросы, которые я услышала, поделить своими мыслями. Сегодня участники дискуссии говорили о временных рамках, с которыми мы сталкиваемся. О дезинформации, а также неумышленная дезинформация, конечно же, требует от нас конкретных шагов и действовать необходимо быстро. Второе. Говоря о непропорционально большом влиянии на наиболее уязвимые слои населения, это девочки и девушки, мигранты, ЛГБТИ и так далее. Нам необходимо включать их в процесс нахождения решений с самого начала. и Мария Рессу и другие говорили о необходимости незамедлительных действий. Статистика показывает, что многие государства сейчас находятся в состоянии автотерритаризма. Это говорит о том, что только 44 государства формально не попадают в эту категорию, остальные, получается, попадают. Это много говорит о процессах, которые происходят в обществе. Поэтому отправная точка у нас сама по себе непростая. Мы говорили сегодня о разных решениях, начиная от нормативно-правового регулирования, как говорил господин вице-президент, до повышения цифровой грамотности и так далее. Но также мы также говорили, что ни одно из решений не может решить проблему в одиночку. Поэтому нам необходимо найти целый набор решений. Что касается следующих шагов, то здесь необходимо, во-первых, их ускорить. У нас попросту нет времени, чтобы обдумывать эту проблему и при этом бездействовать. Поэтому необходимо действовать обдуманно и взвешенно. Далее также говорилось о необходимости распространения влияния. То есть те, кто может рассказывать о влиянии дезинформации и также необходимо изыскивать решения на уровне всего общества. И здесь правительство, организации, гражданского общества, технические специалисты могут работать вместе. Например, организации гражданского общества здесь играют важную ключевую роль. мы также говорили о необходимости диалога основанного на международном правах человека, также обеспечении безопасного интернета и так далее. Наконец, в дискуссии говорилось о необходимости операционализации решений. решений. И здесь в Новой Зеландии у нас есть примеры этого. Например, в марте 2019 года я могу привести пример и здесь целый ряд заинтересованных сторон, которые помогали нам собрать наши усилия воедино и выработать единственное решение. Это основные выводы данной дискуссии, которую я могу сделать, вызов, с которым связана так называемая целостность информации. Здесь это, пожалуй, самый актуальный вопрос, с которым мы сталкиваемся. И вот все эти решения новой технологии связаны с генеративным ИИ ставят перед нами новые проблемы, так как если мы не направим его в нужное русло, то они могут подорвать сами институты, которые управляют нашим обществом. И также способен подорвать принцип соблюдения прав человека, которые стоят во главе всех наших усилий. и Мария Ресо говорила о том, что здесь проходит тонкая нить, которая может привести к вопросу радикализации. Она приводила примеры, как это делается с помощью алгоритмов. И литмотивом также прозвучала мысль о том, что когда мы работали в Крайс-Чорче с кризисной ситуацией, связанной с террористической угрозой, то это привело к тому, что необходимо изыскать решение, в котором бы участвовали все стороны, представители разных отраслей, так как все заинтересованы в развитии демократии, опирающейся на права человека. И по мере того, как мы изыскиваем совместные решения, необходимо опираться на институты, которые, собственно, нацелены на это. Поэтому многосторонний подход здесь попросту необходимо. Необходимо создать по-настоящему совместные институты и развертывать их работу. Благодарю уважаемых участников дискуссии. Надеюсь, что решение можно будет принять на вооружение. Спасибо. И сейчас у нас осталось по две минуты на каждого из участников дискуссии. По две минуты. Пожалуйста, не выбивайтесь с регламента. Пожалуйста, заключительное слово от каждого из вас. Ник. Что касается многостороннего, то здесь мы уже выбиваемся из графика, что необходимо многостороннесть, основанное на новосторонности и так далее. Это очень важно. Существует тенденция сейчас изыскать какое-то одно решение находить панацею, но такое попросту не существует. И правительства ограничены в том, что они могут достигнуть. Что касается противодействия вредному контенту, несмотря на то, что, конечно, большая часть этого контента является нелегальной, но есть и большая часть, которая не выходит за рамки закона, но при этом она может иметь очень вредоносное влияние. Поэтому правительство статистика мне подсказывает, что 72% это уже застающая статистика, но она вызывает обеспокоенность у меня. Это касается запросов по цензурированию контента или удалению контента, который мы получаем со стороны государственных органов, которые таким образом цепляются за власть. Это очень сложный вопрос, и здесь и частные компании и организации гражданского общества должны противодействовать таким тенденциям. Я не доверяю частному сектору 100%, это совсем далеко от этого. Мы видим, что технологические компании достигли определенного прогресса здесь, но необходимо быть осторожными. И мейнстрим СМИ также здесь тоже не белые, не пушистые. Здесь и основные СМИ, так и соцсети и те, и другие вносят свой вклад в распространение такой информации. Спасибо, Рэнди и Мишель. Я хочу резюмировать по четырем пунктам. Во-первых, важность аутентикации и мер по определению источников информации. И здесь мы надеемся, что представители государственных органов будут с нами сотрудничать по этому важному вопросу. Второе, ключевая роль играют технологические компании, что касается транспарентности данных, обеспечивания прозрачности. Третье, важность вовлечения организаций гражданского общества и необходимость многостороннего подхода. И четвертое, и это вопрос, о котором недостаточно говорилось сегодня, но я хочу его подчеркнуть. Необходимость обеспечить то, чтобы меры по обеспечению транспарентности не привели к цензурированию и ограничению свободы интернета. Речь идет не об ограничении контента, а о распространении правдивой информации. И надеемся на продолжение работы с гражданским обществом, с государственными органами из разных стран, из развитых и развивающихся стран над решением этих проблем с тем, чтобы соблюсти права человека и демократические свободы. благодарю за внимание. Спасибо, Мария. Я хотела бы срезюмировать в трех пунктах. Итак, первое. Я критикую технологические компании, но при этом мы работаем с каждой из них, так как они должны участвовать в процессе обсуждения. И у них, пожалуй, единственное, сейчас есть возможность остановить это вредоносное влияние. Поэтому я обращаюсь к технологическим компаниям. Умерьте свою алчность, посмотрите на свою работу, на свои модели. Ведь вы не хотите приносить вред людям, вы не хотите, чтобы демократии умирали. Далее. Государственные органы, они здесь опаздывают, но при этом они не успевают попросту, но тем не менее они должны активно подключиться. И вот, например, если вот здесь можно привести много примеров в Facebook и так далее. По месте того я обращаюсь к вам, пожалуйста, ускорьте свои усилия и вот более гибкий подход к развитию. Ведь у вас многие процессы обновляются каждые две недели. Либо вы быстрее находите какие-то решения, либо же необходимо эти технологические компании сделать ответственными, подотчетными. Далее. Что касается свободы, что здесь журналисты отстаивают свои свободы, но при этом мы должны, мы как пользователи, должны быть не просто пассивными пользователями, но и активными гражданами. Спасибо. Вера. Надеюсь уложиться в две минуты. Во-первых, необходимо работать вместе. Демократии всего мира должны работать сообща, потому что если они не будут устанавливать правила, то они вынуждены будут следовать установленным для них правилам. Это первое. именно поэтому я рада тому, что в рамках группы семи поднимались вопросы искусственного интеллекта и других. Далее я говорила о нормативно-правом регулировании. Мария говорила о том, что мы опаздываем, что мы работаем слишком медленно, мы работаем чуть быстрее, чем в других регионах, но процесс не должен идти только сверху вниз. В Евросоюзе мы верим важность активного вовлечения организаций гражданского общества с тем, чтобы те граждане, как раз наши граждане, которые не хотят, чтобы им манипулировали, чтобы они могли принять участие в этой работе. Мы верим в важность привлечения научно-академических кругов, что касается выработки решений по данному вопросу. Далее потребители и гражданы как противопоставления. я работала руководителем комиссии по защите прав потребителей. В основном мы занимались защитой, если можно так выразиться, желудков и здоровья, с тем, что люди просто не травились пищевыми продуктами. Мы занимались в основном этим телом. Но здесь речь идет также о возможных отравлениях наших умов и рассудков. и поэтому здесь также важно вовлекать в эту работу широкие круги, работать вместе с гражданами в их интересах, в их благо. Поэтому, например, если речь идет о онлайн-рекламе в рамках предвыборных кампаний, важно, чтобы граждане понимали, как избежать манипулирования, потому что толпой манипулировать легко, и онлайн это происходит тоже очень просто. Спасибо. поделитесь, пожалуйста, вашим резюме. Спасибо. Благодарю вас за приглашение. Дезинформация это серьезный вопрос, но здесь есть проблеск надежды. Я говорила об этом в моем выступлении. Мы здесь все понимаем, что необходимо предпринимать активные меры и незамедлительно дали в практическом применении. Необходимо предпринимать практические меры и незамедлительно. И для этого необходимо сотрудничать на международном уровне, вести международный диалог. Технологические компании, технологические платформы необходимо тоже привлекать к этой дискуссии. многие платформы расширяются, становятся просто гигантскими и очень мощными. Конституция контролирует, ограничит полномочия правительства, власть правительства. сейчас речь идет о том, что и технологические компании, так же, как, например, правительство, ограниченное своих полномочий Конституции, так же технологические компании должны быть ограничены какими-то нормативными правовыми рамками, возможно, на международном уровне, с тем, чтобы технологические компании были подотчетны и несли ответственность. Далее, структура экономики внимания. Если мы посмотрим на каждый феномен, о котором сейчас много говорится, то здесь найти единое решение невозможно, необходимо создавать некую экосистему. найти единое решение очень сложно. Необходимо создать некую новую культуру, если хотите, но при этом я надеюсь, что нам удастся это сделать совместными усилиями, поэтому мы бы хотели продолжать дискуссию и обмен мнениями и в будущем. Благодарю за внимание. Спасибо. И в заключение тех списка выборов, которые необходимы, проведутся Индонезия, Индия и США, им предстоят выборы в следующем году в течение ближайших 12 месяцев, поэтому давайте поблагодарим наших уважаемых участников Ник Сюзер, член надзорной комиссии МЕТА, Майе Реза, лауреат Нобелевской премии в области мира 2021 года, госпожа Вера Юрова и представитель Европейской комиссии Рэнди Мишел, Белый дом, Национальный совет безопасности Тадзухиха Ямамото из университета Кео. Благодарю вас за участие. Уважаемые участники дискуссии, прошу вас сейчас остаться здесь, чтобы сделать официальную фотографию. наступает время обеденного перерыва. Надеюсь, что вам понравилась наша сессия. Спасибо. субтитры субтитры